Добровольцы учительства, их опыт – полезный багаж для единомышленников. Форум педагогов-волонтеров – это премьерное в своем роде событие. Мы стараемся делать так, чтобы темы были не только связаны с предметами, со школьными дисциплинами, но и что-то, что лично для педагогов. Для нас очень важно, чтобы они были сами мотивированы, вдохновлены, с ресурсом. Поэтому половину образовательного блока заняла тема о профессиональном выгорании. Живое общение позволит нивелировать накопленные за время работы негативные эмоции и зарядиться энергией. Обменяться опытом предстоит более чем 80 участникам очной встречи, на которую собрались из разных регионов самая дальняя точка на карте – Томск. Ранее педагоги-волонтеры виделись, а иногда даже и не виделись, лишь в онлайн-формате. Сейчас готовы из уст в уста передать советы и рекомендации. Я рассказала коллегам, какие способы использую я, какие формы работы с учениками начальных классов. Также я работаю и с ребятами постарше. И поэтому рассказала, как замотивировать ребят на уроках не только в очном формате, но и в дистанционном, так как волонтеры все-таки работают в основном в дистанционном формате. С самого начала я рассматривал профицентр как некоторый опыт перед тем, как заниматься или репетиторской деятельностью, или уже полноценной педагогической работой. Это было даже до поступления в высшеучебное заведение. Но как только я вошел в эту стезю педагогов-волонтеров, это было не с первого занятия, это было где-то занятие с шестого, с восьмого. Я понял, что это действительно мое. Педагог больше, чем профессия. Педагог-волонтер больше, чем педагог. На их плечах ответственность куда большая. Они по зову сердца помогают детям в непростых жизненных условиях. Вне зависимости от географии, подтянуть свои результаты и стать ближе к мечте. Я занималась девочкой из Луганска, которая мечтала поступить в мединститут. Она в него поступила. И мы с ней даже просили помощи, уже учаясь в институте. А сейчас я просто работаю с замечательной девочкой, которая просто солнце. Я вместе с ней тоже расту. Она тоже мечтает поступить в мединститут. 15 педагогов по итогам форума стали лауреатами общественной премии «Крылья надежды». С этого момента они официальные амбассадоры движения. Подарки дорогим учителям вручают их ученики. Те, кто тоже прибыл на эту первую, но далеко не последнюю встречу. Деятельность педагогов-волонтеров продолжится. Организаторы уверены, следующие форумы наберут больший размах, что поможет еще сильнее укрепить профессиональные связи, научить новому и научиться у тех, кто носит звание педагога-волонтера.